здравствуйте рада вас приветствовать на своем канале от меня долго не было видео потому что сейчас сезон посадок сейчас я посажу картошку и видео будет выходить чаще обещаю это видео я хочу посвятить нашей подрокупольной беседки которую мы сейчас строим идеи строительства я загорелась в том году когда увидела ее на фотографии и мой знакомый архитектор разработал для меня эксклюзивный авторский проект подрокупольной беседки именно для северо-запада потому что у нас снежная нагрузка очень высокая и за ночь может выпасть очень много снега и будет авторский необычный дизайн беседки здесь будет веганское кафе без алкоголя без сигарет без каких-то энергетиков я хочу чтобы сюда приезжали наслаждались красотой осознанные люди проводили свадьбы безалкогольные семейные вечера какие-то даты особенные параллельно с фундаментом мы высадили вот такой вот дерен пестролистный это очень декоративный красивый кустарник он будет как живая изгородь по всему периметру беседки в следующих видео вы посмотрите как он быстро разрастается и какой он красивый зимой он тоже выглядит очень красиво ветки красного цвета очень красиво смотрится сегодня я вас хочу познакомить с первым волонтером который приехал помогать строить нашу подрокупольную беседку сегодня сделано основание беседки мы его делали не я мужчины вы делали два дня сделаны самые сложные работы надо было все правильно вымереть выставить и сергей приехал издалека к нам и меня всегда восхищают такие люди которые дарят свое свое время время это самый ценный ресурс который у нас есть жизни и вот сергей подарил это время нам приехал и помог нам строительстве беседки сейчас я вас с ним познаком хочу вам представить сергея который нашел свое выделила свое драгоценное время и решил подарить его нам сергей расскажи пожалуйста с какого города ты к нам приехал москва ты сейчас в отпуске скажи пожалуйста что-то будет двигала взять и подарить свое время в отпуске и приехать к нам сюда и поучаствовать в будущем хочу создать эко-поселение свое хочу посмотреть живую как это все происходит пообщаться с людьми напрямую с такими как вы здорово да когда дети живут на природе скажи пожалуйста вот мы с тобой пообщались и ты сказал что уже ищешь присматриваешь землю для своего эко-поселения каким ты его видишь скажи каким его вижу независимым красивым здоровым свой свой свое мини государство таким лишь сколько гектаров я думаю не меньше десяти я когда первый раз загадывала сколько гектаров будет моя зеленая ферма я загадала два гектара сейчас несколько раз больше надо больше мне кажется если жить постоянно мне кажется надо больше а как ты думаешь твои дети останутся там жить и продолжать твое дело конечно или уедут в город я думаю осталось а как ты считаешь это зависит от тебя или они сами вырастут с таким желанием или это все-таки зависит от родителей прививать им это это зависит от родителей что родители ценности какие покажут дети из детства закладывают себе ценности надо просто показывать это как стать более обширно все плюсы показывать когда ты живешь на земле не думать по старинке а думать уже по-новому с учетом всего хорошего того что было по старому всего хорошего и надо уже совершенствовать то что можно создать по-новому и внедрять ты к нам еще будешь приезжать в гости конечно приеду у тебя всегда ждем в любой момент и сергей приехал не с пустыми руками он приехал с подарками мне на день рождения было очень приятно и сюда пока еще ни один человек в гости не приехал без подарков и очень рад мне очень радостно то что сюда приезжают люди открытые душевные с которыми интересно пообщаться которые люди осознанные которые чего-то хотят своей жизни и я надеюсь что к нам и дальше будет приезжать такие гости приезжайте мы вас ждем